Здравствуйте, вы смотрите программу Деньги, гость нашей студии, доцент кафедры финансового менеджмента Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Владимир Рассохин. Владимир Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Уже достаточно продолжительное время рубль теряет свои позиции по отношению к евро и доллару. Сегодня он опять дал слабину. С чем вы это связываете? Во-первых, сказать конкретно, что он сегодня или вчера потерял позиции. Я бы не стал так говорить, потому что некое время назад рубль действительно потерял позиции. Но ситуация какая? Это был некий боковик, он колебался в уровне 62, 63, 64. Сейчас он ушел и ушел где-то 68 плюс-минус рубль за доллар. И вот он сейчас находится в этом диапазоне. Какие-то дни он вырастает, какие-то дни рубль теряет действительно свои позиции. На самом деле сейчас на рынке пока какой-то боковик. Но он, да, приходится признать, на неком более высоком уровне, чем был там пару-тройку месяцев назад. А с чем это связано? Здесь много мнений, потому что наш Минфин, в общем-то, тоже не готов высказывать определенное мнение, потому что это зависит и от каких-то инвесторов, и от собственных покупок государством валютных средств, в том числе для пополнения золотовалютных резервов и так далее. Это может быть связано и с нежеланием, скажем, наших экспортеров в связи с этой ситуацией продавать большие объемы средств и так далее. Я лично связываю это больше с некой пока локальной активностью инвесторов, которые, увидев новый виток санкций, не будем говорить опять причины этих санкций, какую-то, я не знаю, обоснованность, давайте не будем трогать. Но на фондовом рынке России присутствует очень много зарубежных инвесторов, это факт, и увидев такое давление на Россию, они продали часть активов, естественно, рублевых, и для того, чтобы выходить в национальные валюты, это чаще всего американские инвесторы, это доллар, они просто купили доллар. Соответственно, спрос на доллар вырос, и они, я имею в виду, эти инвесторы, может быть, какие-то активы ввели. Но если брать объемы, сказать, что резко объем сделок на московской бирже, вот, исходя из их статистики, дико возрос и есть дикий азиотаж, я бы не стал. Россиян уже начали пугать негативными последствиями, говорят, что будут дорожать продукты питания, в том числе и хлеб. Каких еще сюрпризов, на ваш взгляд, ждать? В СМИ пугают дефолтом. Да, причем совершенно путают понятия, потому что дефолт это неспособность выполнять свои долги, исполнять свои обязательства перед заемщиками, перед кредиторами, прошу прощения. То есть дефолт это неисполнение обязательств долгового характера, то есть кредиты, облигации и так далее. Причем здесь валюта, то есть путают с девальвацией, но пугают дефолтом. Да, понятно, одно может быть следствием другого, но девальвация может и не быть, например, следствием причины дефолта. Поэтому страшилок очень много, но не всем страшилкам, большинству страшилок я не верю и призываю относиться достаточно скептически, часть из них может быть предупреждение. Поэтому буду ждать факта, но пока каких-то обоснований этому на самом деле резкого дорожания я не вижу. Но наверняка могут все равно найтись те, кто сыграет на ситуации. Ну возможно, надо посмотреть итоги, конечно, урожая еще, потому что прошлые, позапрошлые годы были вообще рекордные по урожаю вообще зерновых в России. Что будет вот с этим годом, с этим урожаем, у меня пока нет итоговой финальной статистики, это первое. Ну и наш экспорт. Почему? Потому что на самом деле курс доллара, курс рубля к иностранным валютам это вообще говоря и какой-то драйвер или антидрайвер экспорт-импортных операций. Поэтому надо подождать. Ну сказать, что там в магазинах будет дорожать хлеб. Не готов как-то вот реагировать на эти вещи, пока нет фактов. В России начался деловой сезон. Каков ваш прогноз на социально-экономическое развитие? Вы знаете, если честно, я не делаю прогнозов. И вообще вот некоторые спрашивают, а, экономика страны. Если экономику страны рассматривать через ВВП, не готов. То есть для меня сейчас ключевые показатели, которые я буду ждать в конце года, это реально располагаемые доходы населения. И один из компонентов ВВП, что-то все говорят, экономика страны это ВВП. Экономика да, но внутри ВВП есть компоненты. И вот главный компонент, который важен для меня, для него социальная составляющая, это частные расходы, частное потребление. И на самом деле ситуация была в прошлые годы, в ценах 2011 года не очень радужная. И вот я сейчас прогнозы делать не буду, я опять же люблю смотреть факты. И вот мы будем смотреть на факты, потому что деловой сезон, да, пик активности, да, результат какой? У людей доходы вырастут или нет? Ну пока бы динамика была обратная, доходы падали, потребление падает. Вот надо смотреть, потому что активность-то может быть любая, а вот результаты активности, особенно для большей части населения, они могут быть достаточно неоднозначные. Поэтому здесь надо подождать результатов. Ну, во всяком случае, пока у меня прогнозы, я не скажу, что совсем пистемистические, но далеки до оптимистических. Вот в части как раз тех показателей, это реально располагаемые доходы населения и частное потребление. Ну, поживем и увидим, как говорится. Естественно, будем ждать статистики. Спасибо, всего вам доброго. Всего доброго. Вы смотрели программу «Деньги», спасибо за внимание, до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин